Доброго времени суток, с вами Данила Рышкин и сегодня мой подкаст, а это именно подкаст, будет про феминизм. Я сразу акцентирую внимание, что этот ролик будет в формате подкаста. Я здесь буду делать минимальное количество обрезок, да, вот уже, минимальное количество монтажа, минимальное количество каких-либо вставок, потому что здесь мне хочется именно больше в лайфстайле с вами поговорить, устроить такой монолог, потому что вы же не можете мне сейчас ответить только в комментарии после выхода ролика. Соответственно, сейчас я буду здесь разглагольствовать на тему феминизма, да, то есть разберем, что это было изначально, к чему это пришло, все простым кухонным языком, потому что я нахожусь на своей уютной кухне, которую не мешало бы, конечно, немножечко помыть, но что поделать все мы люди, да. Вот, тем более про этот ролик я говорил еще у себя в телеграм-канале, точнее, на эту тему. Если, кстати, вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании. Я там про все говорю, про еду, про бары, рестораны, рецепты коктейлей, про новости, как политики, как искусство, стишки могу написать, что-нибудь скинуть, как забавное наблюдение. В общем, такой лайфстайл субъективного бородача с сюрреализмом головного мозга. Обязательно подписывайтесь. Плюс я феминизм упоминал в своем предыдущем видеоролике про Сатья Даса, где я критически разобрал данного персонажа и сказал, что я не феминист, и на эту тему стоит сделать видеоролик. И вот я понял, что действительно стоит, уже давно пора, и что после Сатья Даса как раз будет очень логично рассказать про феминизм, потому что, ну, например, позицию Сатья Даса я не поддерживаю. Опять же, вот сейчас где-нибудь здесь будет, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, да, как ютуберы любят говорить, будет всплывать подсказка. Там про Сатья Даса можете посмотреть. Так вот про феминизм. Давайте простыми словами, что это вообще такое изначально, как идея? Как идея, ну, здесь все просто. Женщины выступали с позицией, что они должны быть равны мужчинам в рамках прав. Понятное дело, что нет, мы все должны быть метр семьдесят, мы все должны быть семьдесят килограмм, вот, у них борода и у нас борода. Не до такой абсурдности, хотя у меня такое ощущение, что и до этого скоро человечество дойдет. Женщины выступали в плане, что рабочие места должны быть одинаковые, домашнего насилия быть не должно, голосовать все должны одинаково, в общем, равноправие. И по сути, у феминизма-то и не должно быть никакого определения, этого явления, в принципе, не должно быть, потому что есть эволюция, и в рамках эволюции, вот, существование человеческой расы и идентификации себя, как именно человека разумного, оно настолько маленький миг занимает в пласте всей эволюции, что вот эти вот наши, ой, мы равны, мы не равны, но это глупость, это глупость. Эволюция Вселенная всех создала равными, ну, в рамках своих групп, я имею в виду, да, то есть, если понаблюдать за теми или иными видами, видно, что одни отвечают за одно, другие за другое, при этом они существуют, никто ни на кого инсинуации не кидает, вражда только между видами может происходить. Ну, понятное дело, в группах этого вида тоже может быть, потому что это животный мир, или это мир бактерий и так далее. Это понятно, весь мир создан для того, чтобы прийти к хаосу и уничтожить самого себя, да, ну, как одна из теорий. Но я к тому, что ни у кого из животных нет такого, что зебра вышла такая, а это что, это я что, рожаю, что ли? Ты меня заставляешь рожать, что ли? Я что, не равна тебе, что ли? Такого нет. Зебра рожает, чтобы потом новая зебра рожала такую же зебру, или делала так, чтобы другая новая зебра рожала новую зебру. Все просто, никто не возмущается. У нас же нет. Ну, у нас еще это нет из-за того, что властители мира имеют, к сожалению, неразумный ганглий у себя в черепной коробке, и, соответственно, повесточка, она вот распространяется таким образом, что мы сейчас дошли вот до того, чего дошли. Это я касательно всех вот этих вот равноправий, неравноправий. То есть, если бы существование было не такое, скажем так, воинствующее, а более диалоговое, полилоговое, то меньше было бы такого рода проблем, которые сейчас возведены в просто, я не знаю, в идиотизм. Я думаю, тут все понятно, да? То есть, как к самой идее феминизма, я отношусь нормально, потому что все должны быть равны. Опять же, я тысячу раз об этом говорил. Просто это не надо феминизмом называть. Это жизнь. В жизни человека все должно быть вот гармонично и гедонистично для каждого из представителя. Вот. Все должны получать удовольствие. Вот так. Но, к сожалению, мы люди, и большинство из нас не умеет это делать. Большинство из нас исключает это из уравнения своей жизни. И большинство из нас, наоборот, живет тем, чтобы нагадить остальным. И вот феминистки новой волны, вот этой 3-й, 5-й, 10-й, 150-й, я уж не знаю, какая сейчас, потому что вот на часах время одно, одна волна, потом другое время, другая волна. Вот так вот все меняется. Соответственно, давайте просто рассмотрим, к чему феминизм сейчас пришел. И рассмотрим это, естественно, на примере инфополя и тех представителей феминизма, которых мы можем наблюдать. Я специально не запоминал имена, фамилии этих женщин, потому что они мне, как идентифицированная особь, не интересны. Но при этом у них у всех одна и та же плюс-минус повестка, одни и те же речевые обороты и речевые модули, одно и то же они пытаются внедрить в массы и засорить тем самым головы неокрепшего населения. Давайте, во-первых, начнем с тезиса, что любой феминист, любая феминистка сейчас, в рамках 21 века, в рамках 2023 года, это просто человек, который работает на свой бренд. Он просто хочет продать себя, пропустить себя в медиа, точнее протолкнуть себя в медиа, чтобы о нем говорили, чтобы ездить по городам, какие-то лекции рассказывать, ну, соответственно, получать за это деньги. И чем безумней и идиотичней его речи, тем легче он получает нужную ему толпу зевака, зрителей и, я не знаю, сектантов. Ну, так всегда было, да? То есть, например, насколько абсурдна может быть та или иная конфессия религиозная и посмотреть, сколько у нее сторонников. Ну, потому что людям так легче. Вот выходит такой феминист, такая, точнее, феминистка начинает пропагандировать свое видение мира, и, естественно, за ней идут. Но при этом ее главная задача продать себя. Потому что, если бы ее задача была действительно, как бы, помочь женщинам, она бы не несла такую херню, которую она несет в массы сейчас. К этому я чуть позже вернусь и объясню. Да, что вернусь? Я сейчас это буду объяснять. Короче, поэтому так поступает поступает любая феминистка, любой феминист. В общем, вот это вот все несуразное. Ну и чтобы не быть голословным, давайте разберем основные тезисы, которые употребляют люди в рамках вот своей этой профессии пропаганды женского счастья. Назовем это так. Что они говорят? Ну, естественно, они продолжают говорить, что женщина не равна, женщину угнетают, женщины меньше платят, женщину не берут на работы, женщина не руководит, женщину насилуют, женщину заставляют рожать, заставляют сидеть дома, так далее, тому подобное. Во-первых, если ты так говоришь, значит, для тебя мир именно такой. И ты как раз и создаешь такой мир вокруг себя. отчасти ты хоть и говоришь, что такая модель неправильная, но ты про эту модель говоришь, ты ее распространяешь, и для кого-то эта модель все равно засядет, и он такой, блин, а неплохо, да, а что это эти женщины, они же слабее, я же мужик, я их там двойчикой. Ха, вот так. Там просто мусора нет. Это первое. И из этого следует следующее в моем заключении такое, вот я живу в мире, в котором почему-то не слышу таких речей, таких тезисов и догматов. У меня нет в окружении людей, которые женщина, блядь, слабее, женщина должна меньше получать, женщина должна рожать, женщина не должна получать работу более сложную или более умственную или более ответственную, нежели мужчина. У меня сейчас нет таких людей. Я не знаю, в каком мире эти феминисты и феминистки живут, но у меня почему-то как-то другой мир. Может, мне повезло и я окружен каким-то таким куполом сферы рациональности, не знаю. Но у меня почему-то такого нет. Ой, к зрителям жопы не встаю, да, ну сорян, не в театре. У меня почему-то такого нету и как бы чё? Ну ладно, я понимаю, что такое может быть. Понимаю, что такое может быть. Но это может быть, знаете, на таких уровнях, на маленьких отрезках всего общества. И я конкретизирую свою позицию, объяснив, что позиции вот как раз этих тем касательно зарплаты, работы, она несостоятельна. Смотрите, всё просто. По поводу работы. Вот мой любимый тезис, потому что я представитель того средства людей, которые можно назвать работодателем. Я провожу собеседование, я делаю отбор, я ввожу сотрудников в профессию, в дальнейшем руковожу отделом, где они работают и стараюсь сделать так, чтобы люди не уходили, чтобы получали деньги, чтобы у всех всё было хорошо, чтобы у компаний было хорошо, у моих подчинённых было хорошо и у меня, чтобы было хорошо. И при этом большинство сотрудников сейчас у меня на местах это женщины, кстати говоря. Но дело не в этом, давайте разберёмся с тезисом женщинам платят меньше. Где? В каком срезе женщинам платят меньше. Давайте так, вот есть у нас вакансия в компании, на эту вакансию должно быть 10 человек, это какая-нибудь небольшая группа или небольшой отдел, на них на всех, бухгалтерия, совместно с HR-подразделением или просто генеральный директор, у каждого свои ответственные лица, прописывают, какой идёт оклад, сколько из оклада будет аванс, сколько подсчёт, какая будет премия, какая будет для этой премии мотивационная матрица, за какие показатели она выплачивается, за какие показатели она не выплачивается. Если у нас есть два сотрудника, работающие в одинаковом темпе, выполняющие одинаковый план, они и будут получать одинаково. И неважно, это два мужчины, две женщины или мужчина и женщина. Вы понимаете это, да? Нету такого, что вот у нас Сергей, он занимается на работе тем, что приносит бумагу и больше он ничего не делает и мы будем платить 50 тысяч рублей. А вот у нас есть Марина, она пролонгирует нашу клиентскую базу, ежемесячно мы увеличиваем наш пул клиентов, при этом у неё сделки идут, средний чек на 500 тысяч рублей в рамках ежемесячной, например, подписки какой-нибудь. Мы ей будем платить 30 тысяч рублей. Вы серьезно, что ли? Нет такого! А если такое вдруг где-то произойдет, вот эта Марина, Света, Юля, она уйдет! И компания просто провалится, обанкротится. Такого не бывает. Также тезис про то, что не берут на работу. Опять же, кто это этим феминисткам сказал? Они что, в этом мире существуют? Они проходят собеседование, смотрят вакансии. Я вот наоборот, несколько лет назад на HeadHunter встречал кучу вакансий, где было приписано рассматриваем только женщин, только девушек. Я сам как-то звонил в какой-то банк, если я не ошибаюсь, не ВТБ, конечно, но что-то похожее на ВТБ. Я им звонил, это было несколько лет назад, хотел договориться на собеседование в рамках руководителя подбора персонала, если не ошибаюсь. Что мне сказали? У вас классный резюме, но мы вас не рассматриваем. Я говорю, а почему, если оно классное, давайте хотя бы на следующий этап пройдем? Нет, не пройдем. Почему? Руководство высшестоящее рассматривает только женщин. Вы серьезно, что ли? Это вот меня дискредитируют, да? Дискредитируют? Ну, вы поняли, короче, это меня по гендеру отсеяли. Это первое. Второе, если кандидат пришел на собеседование, работодатель, если он его пригласил на собеседование, провел с ним собеседование, как бы не особо-то имеет право отказывать ему в связи с его гендером. Нельзя, например, отказать в работе женщине по причине того, что она пришла беременна на собеседование. То, что она не профессионал в этой области, да, то, что у нее опыта не хватает, да, если кандидат слишком настырный, блин, да завали его тестами, скажи, что все их проходят и все, и ты его завалишь. Но это будет, скажем так, правильный отказ. А таким образом не откажешь, потому что кадр потом пойдет в трудовую комиссию и скажет, мне отказали, потому что у меня сиськи есть. И все, и жопа. И жопа. А если этот кадр еще с телефоном сидел, записывал, твой ответ, твой отказ, или он у него где-то есть, потому что ты дурак ему смс-ка отправил, все, пизда. Поэтому нет, опять же, такого. Нету. Относительно женщины-руководителей, окей. Глава Центробанка России Набиуллина женщина. Бывший канцлер Германии женщина. Большая часть руководителей, с которыми я работал или косвенно был связан, женщины. Это что ж получается? Это вот в каком мире, блин, эти феминистки живут? Что платят меньше, работать не дают. В моем мире, в мужском мире, я же мужчина, в моем мире платят столько же, а может быть временами и больше, потому что женщины, как по моему опыту, работают более, скажем так, вовлеченно в процесс, нежели мужчины. Платят больше, ну или столько же, не меньше, только если, смотря кто как косяча, да, есть косяки. Работу дают всем. Повышение женщины получают на ура, и не обязательно, что они с кем-то там на рабочем столе трахаются. Нет, при мне, женщины получали из линейного персонала повышение до среднеадминистративного, при начальнике отдела, которая тоже была женщина, и ее московское руководство, тоже была женщина, и вице-президенты, например, банков, частенько женщины. Прикиньте! И в политике женщины есть, в строительстве может быть меньше женщины, потому что там более грубая рабочая сила нужна, а женщины все-таки физически слабее. Это вот тот же тезис, который феминистки любят иногда проплетать. Вы нас делаете слабее, и к нам так относитесь. Ну, вообще-то, да, женщина слабее. Мы сейчас не говорим про подготовленных людей, потому что, если, например, поставить какого-нибудь среднестатистического чувачка-пацанчика с улицы, там, вашего знакомого соседа, против какой-нибудь мадам, которая там последние пять лет занимается тайским боксом, или джиу-джитсу, я думаю, она его заборет, даже если будет по габаритам меньше, и весить меньше, потому что она профессиональный спортсмен. Но если сравнивать просто, вот как биологический особенный, там мужчина, он сильнее, но это просто, опять же, это эволюционный ход такой, это природа так распорядилась. То же самое, что женщин не будут брать мужские виды спорта, просто потому что, да, ты женщина, да, ты профессиональный спортсмен, но есть мужчина, который тоже профессиональный спортсмен. он в этом срезе физически тебя обойдет. Ну тут уж извините, тут уж извините. Теперь еще такая вот любимая тема феминисток, про то, что заставляют рожать, прям заставляют, что общество все это делает, не знаю, какое общество это делает, общество, в котором живу я, так не делает. Что-то вот меня с женой никто не заставляет делать потомство. Мы его и не делаем. Ну, у нас и взгляды другие, но ни ее родители, ни мои родители, ни какие-то там друзья-друзей, никто нас не заставляет делать потомство. Что-то вот как-то вот нет, прикиньте, да, вот бывает такое. У моих друзей тоже их никто не заставляет делать потомство. Кто-то забеременел, родил, окей, потому что так захотели, кто-то нет, почему-то, потому что не захотели, все, никто никого не заставляет. Когда общество заставляет, надо вот этому обществу вот так показывать. У нас на законодательном уровне, я не помню, чтобы было указано, что в семье должно быть минимум три ребенка, допустим. Нет вроде бы такого, и я по странам такого тоже не помню, в Китае, наоборот, были ограничения, чтобы он хорош рожать, а так-то, в принципе, такого нет. Есть пожелание, что, типа, давайте поднимем, но это пожелание, тебя никто не заставляет, иди рожай, иди, ноги раздвигай, под сперму подставляйся и рожай. Нет, хочешь рожай, это вообще твое дело, это твое женское дело, только женщина решает, рожать ей или не рожать, мужчина, будь он парнем, мужем, знакомым, другом, он не имеет никакого права на это. Благодаря женщине мы продолжаем свой род человеческий. Если женщина, ну такая вот, образно, да, такая общая женщина, скажет, нет, рожать не буду, все, пизда, человечество. Потому что только им решать. Захотела родила, захотела, сделала аборт, захотела, начала пить контрацепцию. Все. Это только вам, девочки, решать. Не нам. Вам. И когда феминистка говорит, что вот вы заставляете, в смысле? Это значит, ты живешь с этой больной идеей, и при этом пытаешься всех убедить, что тебя заставляют. Да никто ее не заставляет. Если вдруг кто-то заставляет, так от этого надо уходить. Это уже другой вопрос. Вот. Что еще интересного есть в современном феминизме? То, что у женщин до сих пор, ну вот касательно работы, зарплат, тоже мало привилегий в обществе. Но давайте на примере Российской Федерации. А женщины обязаны идти служить в армию? Нет. Привилегия? Привилегия. Если женщина все-таки рождает ребенка, рождает, рождает ребенка, кто в большей степени уходит в отпуск по уходу за ребенком? Женщины, мужики почти не ходят. Мужики продолжают горбатиться, работать, приносить деньги, чтобы прокормить семью. Привилегия? Привилегия. Ну, так сказать, устная договоренность. Но оно есть. Если распадается брак, и муж с женой разводится, у них есть ребенок. На чью сторону в большинстве своем встает суд, когда, скажем так, делит этого ребенка? На сторону женщины, даже если муж зарабатывает в разы больше, имеет недвижимость, которая была приобретена до брака, и она точно остается за ним. Ребенок матери. Хотя она, может быть, даже относится хуже к этому ребенку, но она встанет в позу, скажет, ребенок ко мне, и ей отдадут ребенка. Привилегия? Привилегия. И после этого феминистки все равно будут кричать, нет, меньше платят, не дают работу, нет привилегий. Ну, идите, блин, в армию тогда, служите, что вы не служите-то? Переезжайте все в Израиль, там женщины служат. Не хотите, наверное, да? Сложно, наверное, да? Да вас и никто не заставляет, потому что каждому свое. И да, если быть феминисткой или феминистом сейчас, ну, это быть идиотом, быть умственно отсталым, с одной стороны. С другой стороны, ты просто работаешь на свой бренд, продаешь себя. Сейчас все пытаются продавать себя, я сейчас продаю вам себя, да? Это нормально, мы все всегда себя продаем. Но здесь просто такое, ну, не то чтобы лицемерие, здесь грязь получается. То есть ты несешь несостоятельную повестку, которая, ну, так не работает. Ты просто впихиваешь какие-то проблемы, которые несостоятельны. И не предлагаешь пути решения данных проблем. Просто ненавидеть, вот, ненавидеть мужское. Понятное дело, что мы, мужчины, тоже не идеальны. И вот сейчас плавно переходим к теме, например, изнасилования. То, что больше изнасилований, это когда мужчина насилует женщину. Почему больше? Потому что мужчина и мужчина может изнасиловать, да? Да. Но также и женщина может изнасиловать мужчину. Но не думаю, что мужчина пойдет об этом говорить. Не все женщины-то идут говорить о том, что их изнасиловали. А уж мужчина вряд ли это пойдет. Просто потому что мы мужики такие. И я уверен, что это есть. Я вот сейчас на своем примере. Не в том плане, что меня женщина изнасиловала. Нет, смотрите. У меня был работодатель. И под конец нашего взаимодействия с этим работодателем, слава богу, оно закончилось достаточно быстро. Проработал я в той структуре недолго. Потому что это ужасная группа, медиахолдинг, которая, к сожалению, работает по всей стране, имея ужасную структуру внутри себя. Но не суть. У нас директора филиала была женщина как раз. И когда мы, скажем так, уже все попрощались друг с другом, я услышал следующее, что меня на работу брали, ну то есть рассматривали там несколько кандидатов, когда я трудоустраивался. И меня взяли не только из-за того, что профессионально я, скажем так, был на уровне рассматриваемых всех кандидатов. Но меня взяли еще из-за того, что я был более мил на вид, я был красивее, чем кандидаты, которые были со мной в этой гонке, которых я даже не видел. Прикольно, да? А знаете, почему так сделали? А потому что по замыслу данной директрисы тогда текучка уменьшится не только из-за того, что у меня инновационный подход к адаптации сотрудников обучению и, скажем так, постановке планов для работы. А еще потому что я красивый, и девочки, которые будут приходить на работу, они будут желать оставаться в офисе, потому что рядом есть такой мальчик, как я. Я им там должен подмигивать и как-то с ними более так себя, не знаю, вольготно что ли вести. В общем, такой был план на меня. И как это можно назвать? Использование меня как носителя члена? Классно, здорово. Чего мне после этого? В истериках биться? Нет. Мне что, после этого женщин всех проклинать? Нет. Но есть такое? Есть. И есть что-то похуже такого? Более чем уверен, что есть. И происходит. Просто мужики об этом молчат. Потому что мужики не особо любят в принципе о таких нюансах и моментах своей жизни говорить. Я не говорю, что мой момент постыдный, но если мужика женщина, скажем так, прижмет, в сексуальном плане он будет против, а она все равно совершит свое действие, я думаю, ему будет ой как некомфортно об этом говорить и распространяться. И поэтому у нас и нет более открытой статистики. Женщины в данном случае более эмоционально открыты. Ну и вот. Скорее всего, все равно изнасилование из со стороны мужского сообщества больше, чем со стороны женской, но это тоже происходит. И это я к тому, что да, это проблема. Но есть и проблемы, скажем так, зеркального характера, но о них вы просто что-то не говорите. Что-то вы этого не рассматриваете. А мудаки есть и с той и с другой стороны. И вот этого тоже что-то никто не рассматривает. Поэтому люди, которые однобокие, которые приняли какую-то херь как единственное верное, как такой догмат, как нерушимую заповедь, ей пытаются следовать, это еще пропагандируют. Ну, это люди, это пыль, это ничто. Поэтому я и записываю данный подкаст. Такой домашний, кухонный. Я думаю, тут даже выводов не надо никаких делать. Но тут все понятно, да? Соответственно, девочки, девушки, женщины, бабоньки, если вы ведетесь на современную повестку феминизма, мне вас жаль. Мне вас жаль. Вы единственное, что должны понимать, что мы все по рождению, по сути-то, равны. Мы сейчас не рассматриваем срез социальный в рамках, что родился в богатой или бедной семье, родился инвалидом или неинвалидом. Я не про это. Изначально мы все биологические особи человеческого рода, человеческого вида. Все, мы равны. У нас две ноги, две руки, одна голова, пять отверстий и так далее. А дальше уже включается вот эта больная мораль или просто мораль. Короче, общество начинает срать в головы. Только вы должны это все фильтровать по-нормальному. Потому что фильтровать, если не будете, то будет житься тяжело, плохо. С фильтрацией тоже тяжело живется, но хотя бы неплохо. Ты на мир смотришь и понимаешь, господи, это не женщинам плохо, это не мужчинам плохо, это человечеству пизда пришло. Все, до свидания, закругляемся. Хорош. Соответственно, просто все должны быть за женщин, все должны быть за мужчин, все должны быть за гармонию. Если гармонии нет, надо это решать. Но не надо кричать, что вот вы все плохие, нет, вы все плохие. У вас есть мужское государство, а у вас есть желание отрезать там всем члены. Вот не надо вот этого кричать, это все вот идиотизм. А относиться к тем людям, которые так кричат, именно как к людям, которые тупо продают себя как бренд, пытаясь скрыться за шириной вот этой современной повестки. Вот и все. Я более чем уверен, большая часть из них после своих речей, выступлений, идут домой и проживают ту жизнь, которую пропагандируют не проживать. И при этом ничего у себя не меняют, потому что они всего лишь слабые люди, которые умеют только говорить. И их тезис, который я люблю, но в данном случае он как раз слабый, это что я же не буду жить так, как я учу жить других людей, ведь я не они. О как! О как! Вот! О как! В некоторых случаях этот тезис хорош. Когда ты что-то рациональное продвигаешь массы, что-то, что будет развивать эти массы, а сам немного этим пренебрегаешь, потому что, ну, я не знаю, устал уже, да, от этого всего, иногда хочется отдохнуть. А когда вот такое, о как! Как-то так. В общем, такие пироги. На канал мой подписывайтесь, комментарии, там, лайки, дизлайки, в телеграм заходите, я о нем говорил какое-то время назад, я уже даже не знаю, сколько мы записываемся. Подписывайтесь также на канал Блог Юрца, мой замечательный друг ведет свой канал на Ютубе, про всякое там разное, его ссылка тоже будет в описании, обязательно переходите. Вот. Ну и самое главное, если вы женщина, оставайтесь женщиной, если вы мужчина, оставайтесь мужчиной, живите в гармонии, живите в уважении друг к другу, и не ведитесь на такую нелепую пропаганду тех или иных взглядов, которые, если копнуть, и разобраться в ситуации, и посмотреть на жизнь именно объемно, не имеют никакого смысла. Работать им не дают. А ты вообще пыталась трудоустроиться, нет? Угу. Не пыталась. Давайте продвигать это видео. Очень хочу с такими людьми живой диалог. Если такой диалог когда-нибудь будет возможен, ух, будет здорово. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Данила Рыжкин, самый субъективный продаж на всем Ютубе, во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк. Аплодисменты мне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!